Несколько лет на разработку проекта. Атомная отрасль спешки и суеты не терпит. Опытное конструкторское бюро «Гидропресс», расположенное в городе Подольск, разрабатывает реакторы. В общей сложности по проектам предприятия были сооружены и переданы в эксплуатацию более 70 энергоблоков. На сегодняшний день 56 из них находятся в эксплуатации на 20 АЭС России, Украины, Армении, Финляндии, Болгарии, Китая, Чехии, Индии и других стран. На уникальном предприятии побывала Екатерина Гладышевская. Небольшое помещение и несколько столов и компьютеров. Со стороны обычный офис, на самом деле отдел конструкторского бюро. УКБ «Гидропресс» – ровесник атомной отрасли. Разработанные здесь энергоблоки эксплуатируют не только по всей стране, но и за рубежом – в Иране, Китае, Турции, Финляндии и Венгрии. В этом отделе трудятся над проектом парогенератора для ядерной установки повышенной мощности. Мы работаем сейчас с применением 3D-моделей. Создание 3D-моделей такого оборудования, как парогенератор, который содержит порядка 40 тысяч составленных частей – это очень трудоемкий и длительный процесс. С точки зрения даже современная техника не всегда позволяет ускорить эту процедуру. У нас временные задержки связаны с этим. Но зато, создав трехмерную модель, мы тем самым обеспечиваем себя от технических погрешностей, от технических нестыковок. Это первый проект, полностью реализуемый на базе 3D-проектирования. Парогенератор – самая многоэлементная часть реактора. Да и сам процесс разработки всей документации, а это несколько лет работы, под силу не каждому. 80% сотрудников отдела имеют профильное высшее образование по специальности парогенератора строения. Конструкция является не только, грубо говоря, имеет свои формы и очертания, она должна иметь определенное обоснование. Так как мы работаем в ядерной тематике, то обоснование еще связано с ядерной безопасностью. И весь комплекс работ здесь непосредственно в данном подразделении разрабатывается конструкция. Но разработка конструкции включает себя, вот если мы посмотрим через дорогу, вот там еще есть один корпус, там люди занимаются уже непосредственно расчетным обоснованием теплогидравлики, аварийных режимов, прочности и там много составляющих. В этом помещении с разницей в десятки децибил работают уже с результатами труда проектировщиков. По готовым чертежам выпускают оборудование. Такого больше не производит никто. Оборудование относится к оборудованию систем безопасности. Функционально оно предназначено для регулирования мощности реактора и для его останова. В цехе старые станки соседствуют с недавно приобретенными. Первые, хоть борозды и не портят, работают с меньшим КПД. Новые закупили два года назад. Токарный станок с числовым программным управлением взял на себя практически весь ручной труд. На выходе комплектующий для системы безопасности. Большая разница. И по времени быстрее получается делать, и удобнее работать с новым оборудованием, со старым, соответственно, меньше ломается. Работают по проектам ОКБ «Гидропрессы» на машиностроительном заводе «Зиоподольск». Именно там производится большая часть оборудования для атомных электростанций. Только за последние три года сданы в эксплуатацию энергоблоки для ростовской, индийской и иранской АЭС. Готовятся к пуску энергоблоки на Нововоронежской и Ленинградской АЭС-2. Заключен контракт на разработку проекта реакторной установки для атомной станции в Турции. Екатерина Гладышевская, Родион Нестеров, телекомпания «Арктик-ТВ», город Подольск.